Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс» и сегодня мы находимся в нашей выездной студии на базе Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета, где проходит межрегиональная конференция студенческих инициатив в области повышения финансовой грамотности. На конференции участвует более семи регионов, присутствуют различные федеральные и региональные эксперты. Вашему вниманию представляется интервью с приглашенными гостями. Марина Сергеевна, добрый день! Я рад приветствовать вас в нашем университете. Очень рада вашему приезду. Первый вопрос касательно общего состояния финансовой грамотности. Почему мы вообще сегодня говорим о необходимости повышения финансовой грамотности у населения и проблеме финансовой безграмотности? Почему так резко акцент пошел именно в последние годы? Да, в последнее время действительно уделяется очень много внимания вопросам повышения финансовой грамотности населения. И эта проблема, она, в принципе, возникла достаточно давно. То есть очень долгое время ни в школах, ни в образовательных учреждениях высшего образования, среднего профессионального образования не уделялось внимания. То есть отсутствовали просто программы, которые были бы направлены на обучение бережливому, грамотному управлению личными финансами. И в связи с этим, конечно, у нас население склонно либо переоценивать свои силы, либо наоборот очень недоверчиво относиться к финансовым институтам, что, естественно, сказывается на общем ситуации. То есть если необходимо, чтобы сбережения населения куда-то инвестировали, то у нас большей частью из-за недоверия, где сбережения хранятся, в банках образно, либо под матрасом. Поэтому, конечно, опять же, руководство страны осознали, что эти деньги должны тоже работать, надо повышать финансовую грамотность, надо объяснять населению, как управлять личными финансами, чтобы получать дополнительный доход в условиях, например, кризисных явлений в экономике. И в связи с этим, конечно, принятие стратегии повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации до 2023 года – это очень такой важный шаг, который направлен на улучшение ситуации в данной сфере. Вот большой проект действует уже несколько лет. Есть ли какие-то результаты видимые? То есть как мы оцениваем вообще уровень финансовой грамотности населения? Да, безусловно, конечно, проект уже действует с 2010 года, насколько я помню. Были 8 пилотных регионов, и в этих регионах, конечно, можно наблюдать такие существенные результаты. Хотя, опять же, как я уже вначале сказала, что население очень осторожно, даже, может быть, несколько враждебно первоначально относится. И получается, что затрагиваются вопросы достаточно личного характера. То есть зачем вы будете меня учить управлять личными финансами, как формировать бюджет, куда тратить и как сберегать? Это, конечно, вопросы такие очень тяжело продвигающиеся для людей. Но, тем не менее, хочу сказать, что большая информационная кампания, которая проводится, большое количество мероприятий, они, безусловно, дают результаты. То есть уже даже по некоторым регионам мы наблюдаем улучшение ситуации. То есть если раньше, например, население больше вкладывали в различные пирамиды, очень большое количество различных мошеннических схем, то сейчас уже все равно идет уменьшение. Мы уже видим результаты. То есть, опять же, опросы Национального агентства финансовых исследований, они показывают, что действительно там, опять же, улучшается ситуация именно в этой сфере. Потому что несколько лет назад по ряду регионов, я думаю, что и Республика Татарстан это тоже на себе ощутила, когда было большое количество различных пирамид, и народ очень доверчиво вкладывал свои денежные средства в очень ненадежные финансовые организации. То, что касается проекта, еще необходимо отметить, что очень такая, я бы сказала, наверное, проводится очень централизованная работа. И, наконец-таки, такой этапный подход, который реализован, то есть осознали, что необходимо готовить и обучать все категории граждан. То есть начиная с детского сада, в школах, в университетах. И вот, в частности, как раз были созданы федеральные сетевые методические центры, которые разделили сферы влияния и, соответственно, обозначили, кто за что должен отвечать, какие категории обучать. Ваш федеральный методический сетевой центр, он какую аудиторию упаковывает? Направлен на повышение квалификации преподавателей вузов, которые уже пойдут в студенческие, в учебные аудитории и будут обучать студентов не экономических направлений подготовки вопросом управления личными финансами. То есть мы говорим о введении какого-то предмета для студентов? Ну, сейчас мы хотим, чтобы все-таки в соответствии, опять же, со стратегией в федеральных и государственных образовательных стандартах появилась универсальная компетенция, которая как раз бы была направлена на повышение финансовой грамотности или на повышение экономической культуры студентов. И вот когда такая компетенция появится универсальная, то тогда в учебные планы можно будет ввести отдельную такую рабочую программу, действительно новую дисциплину. Как она будет называться, это будет на усмотрение непосредственно уже образовательных организаций, то есть это может быть финансовая культура, это может быть экономическая культура, это может быть управление личными финансами. То есть вот сейчас в рамках проекта реализуется программа повышения квалификации преподавателей, и преподаватели, учитывая специфику региона, то есть у нас сейчас 9 регионов уже прошли обучение, 521 преподаватель подготовил такие рабочие программы. И кто-то предлагал новую дисциплину, название, которое я уже сказала, управление личными финансами, например, или финансовая грамотность, или экономическая культура. А кто-то пытался даже в свои курсы, которые реализуют, например, экономическая теория или просто экономика для неэкономических направлений подготовки, внедрить отдельные темы, которые были бы направлены, то есть учить не каким-то сложным теоретическим моделям, которые могут не пригодиться в жизни, а именно тем вопросам, которые в повседневной жизни, с которыми студенты сталкиваются, которые для них действительно очень важны. Вот если говорить об эффективности, все-таки, опять-таки, по возрастному параметру, эффективнее учить финансовую грамотность с младших лет, то есть с малого возраста, допустим, в школе, либо уже даже в семье в самом начале, либо все-таки нужно, все-таки разницы никакой нет, и можно на различных ставках. Нет, я считаю, что, конечно, безусловно, чем раньше, тем лучше, но не перегружать. Вот все-таки у детей должно быть свое детство, но они должны все равно в соответствии со своими потребностями, со своими запросами уже родители в детском саду, в школе, знакомить и какое-то общее понимание все-таки управления личными финансами, да, что такое бюджет, доходы, расходы иметь. Понятно, что вот вопросы, конечно, например, там, пенсионного обеспечения, они не будут важны, и, наверное, это будет лишнее. А все-таки в соответствии со своими потребностями, текущими потребностями это очень актуально, и чем раньше, тем лучше. Ну и вот, наверное, культа денег какого-то ставить не стоит. Безусловно, да. Только управление. Да, конечно. Все-таки очень хорошо, конечно, когда денег много, но деньги сами по себе счастливыми у нас, к сожалению, не делают. Да, вот большое спасибо за ваше интервью, и последнее несколько завершающих вопросов общего характера. Если мы говорим о финансовой грамотности и о финансовых технологиях, которые очень активно сейчас проникают в нашу жизнь, все-таки вот навык финансовой грамотности будет ли необходим в мире, когда вот очень много приложений, там, различные технологические новинки будут полностью заменять функции человека по управлению своими финансами, либо все-таки контроль человека всегда должен быть и... Ну, я хочу сказать, что, конечно, здорово, что технологии идут вперед. Безусловно, конечно, мы доверяем этим технологиям, очень здорово, что есть в самолетах автопилоты, но, тем не менее, вряд ли когда-нибудь самолеты будут летать без пилотов. Ну, я думаю, что контроль, конечно, безусловно, должен быть. Бездумное доверие к средствам техническим – это, наверное, не очень правильно. То есть, опять же, их можно запрограммировать, но учитывать большое количество как внутренних, так и внешних факторов, вряд ли сложные машины смогут, вряд ли роботы заменят там когда-нибудь именно такое еще и человеческое участие при принятии решений. Ну и такой вопрос касательно финансовых рынков. В России не очень принято принимать участие в деятельности финансовых рынков, торговать акциями, вкладывать там, создавать какие-то капиталы долгосрочные. У нас очень короткая память здесь с кризисами. Почему? Какие факторы данного поведения? Ну, причины-то, наверное, конечно, их достаточно много. Здесь, наверное, однозначно сказать сложно. Опять же, вот сейчас очень модное направление, которое тоже сегодня на пленарном заседании звучало – это поведенческие финансы, которые, безусловно, оказывают влияние на принятие финансовых решений в том числе. И когда мы говорим, то есть это, в первую очередь, менталитет. Наши родители очень хорошо помнят кризисы, да и мы хорошо уже, наверное, вы про них слышали и много знаете. Кризисы 2008, 2004, 1998, 1990 и прочие, когда теряли денежные средства. И вот это недоверие, оно, конечно, безусловно, сказывается. Более того, здесь еще очень важна такая склонность к риску. Проводилось тоже ряд исследований. И вот наше население, оно, конечно, очень в этом плане, наверное, ну, вот опять же, часть, да, часть в зависимости от менталитета склонна к риску, кто-то готов его принимать, кто-то нет. И поэтому вот в зависимости от того, какое количество преобладает в тот или иной момент, то есть возникают вот эти перекосы. То есть либо появляется какой-то новый финансовый инструмент, финансовая инновация, мы резко доверяем и хотим купить какой-то продукт, вкладываем активно денежные средства, а потом в какой-то момент раз услышали какую-то негативную информацию в средствах, массовой информации, и все, закрыли, больше никакие решения не принимаем, никакие там ценные бумаги, никуда не вкладываем денежные средства. То есть здесь это, конечно, вот все-таки менталитет и такая долгая память на кризисные явления, на потерю своих личных сбережений. Но новое поколение, конечно, я думаю, что, опять же, и вот программы повышения финансовой грамотности, они сыграют свою роль, то есть через несколько лет мы, наверное, все-таки увидим, что наши финансовые рынки, они все-таки будут уже не столь спекулятивный характер носить, будем делать инвестиции, которые будут долгосрочные, стратегическое развитие, то есть то, чего, конечно, нам сейчас в настоящее время очень не хватает. Большое спасибо за интервью. Спасибо вам. Калина Владимировна, добрый день. Рада приветствовать вас в нашем университете. Первый вопрос. Как бы вы сегодня оценили уровень финансовой грамотности российского населения? Я бы так сказала, что у нас это очень дифференцировано по регионам. То есть те регионы, которые финансово более благополучные, с более высоким средним уровнем доходов населения, они, соответственно, более финансово грамотны в том плане, что у них больше опыта по потреблению тех или иных финансовых услуг. Что касается регионов дотационных, регионов с низким уровнем заработных плат, то здесь финансовая грамотность, к сожалению, пока еще проблемы очень много. И самая главная проблема заключается в том, что люди попадают в ситуации, связанные с финансовым мошенничеством, поэтому уровень доходов еще больше падает. Да, вот вы отметили региональный фактор. Если говорить об уровне образования в регионах, можно ли сказать, что именно уровень образования тоже является определяющим? Образование в рамках финансовой грамотности или в целом? Да, в целом. То есть финансовую грамотность мы начали говорить совсем недавно. Я бы не проводила такие четкие параллели. Почему? Потому что образованный человек и финансово грамотный человек, к сожалению, это не всегда знак равенства. Потому что образование может быть разное. И здесь даже специалисты в области экономики, я сейчас говорю о, например, преподавателях вузов и так далее, которые очень хорошо знают ту или иную научную область, но очень часто попадают опять-таки в ситуации, когда можно говорить о том, что они допускают финансово неграмотные поступки. И поэтому я бы таких параллелей не смогла провести. Вот касательно вашего первого высказания о том, что уровень благосостояния влияет на уровень финансовой грамотности. Вот вчера я смотрел интервью Яна Арта. Он отметил то, что когда повысится уровень благосостояния в России, тогда и повысится финансовая грамотность. В условиях, когда у нас практически половина населения живет от зарплаты до зарплаты, можно ли говорить о быстрых темпах повышения финансовой грамотности и вообще надежды на какие-то позитивные результаты? Надежды на позитивные результаты, я думаю, всегда надо иметь. То, что касается взаимосвязи, что от чего зависит финансовая грамотность или уровень благосостояния, я думаю, это взаимосвязанные понятия. То есть здесь нельзя говорить, что это причина, это следствие. Оно и то, и другое влияет в любом случае. Но без каких-то мероприятий, которые мы проводим, повышение благосостояния тоже невозможно. Поэтому я соглашусь с тем, что повышение благосостояния необходимо, вернее, возможно, если мы говорим о повышении финансовой грамотности, но и при этом человек с более высоким уровнем дохода, если говорить о моделях финансовых поведений, он более рационален, как правило, потому что он просто задумывается о том, как грамотнее распорядиться этими доходами. А люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, к сожалению, они не считают нужным, мы же, как говорим, доходы в основном, даже сейчас мы с вами этот термин употребляем, а о том, что можно оптимизировать расходы для семей с низким уровнем доходов, это как раз первый этап, который будет говорить о том, что они имеют возможность как-то улучшить свое благополучие. Если говорить о характеристике финансово грамотного человека, то каковы они, на ваш взгляд? И вот хотел бы интересную мысль отметить. Слышал факт о том, что российское население, в принципе, самое финансово грамотное. Почему? Потому что вот тот период после кризиса 2014 года показал действительность того инструмента банковских вкладов, которым наше население очень часто пользуется. Была очень высокая доходность и в то же самое время очень низкие риски. И население, в принципе, объективно выбрал этот инструмент как преобладающий в своем, так сказать, инвестиционном портфеле. Если вот говорить о характеристике, это человек, который грамотно управляет своими средствами, либо вот какие-то еще дополнительные должны быть? Ну, я думаю, что часть этого населения, да, наверное, грамотно управляет своими средствами. Но скажу по опыту, что большая часть населения просто других финансовых инструментов либо не знает, либо боится рисковать. И, безусловно, выбор в пользу депозитов, наверное, да, это правильное решение. Слава богу, у нас люди достали свои сбережения из-под матрасов, из банок, из дома и так далее. И принесли их в... То есть вот это доверие, которое сейчас население проявляет все-таки банковскими структурами, это здорово, и это такая позитивная тенденция. Хорошо, вот если говорить о вашем центре, каковы цели и задачи его деятельности, какие проекты вы сейчас реализуете? Ну, наш центр, он создан специально под реализацию проекта по повышению финансовой грамотности взрослого населения. Механизм следующий. Мы готовим, ищем потенциальных кандидатов для подготовки консультантов-методистов по финансовой грамотности. Обучение у нас проводится в дистанционной форме. Финн-университет проводит обучение. И акцент делается на представителей системы образования, на представителей различных финансовых структур. Люди с высшим образованием, не обязательно экономическим. И причем эти консультанты – это не профессиональные финансовые консультанты в какой-то узкой области. Это как раз люди, которые должны нести информацию, самую элементарную информацию в население, в массы, и работать как раз с теми, кто имеет низкий уровень доходов. И потом эти консультанты проводят просветительские мероприятия с населением, со своими коллегами, со своими друзьями, со своими родственниками и так далее, просто освещая те или иные вопросы, которые многие просто-напросто не знают. Ваша аудитория взрослого населения, насколько я понял, насколько эффективнее внедрять финансовую грамотность у младших поколений, либо работа со взрослыми населениями тоже является необходимой? Оно и то, и другое является необходимым. Просто работа с младшим населением – это будет иметь, я так думаю, такой пролонгированный эффект через многие годы, когда это население, собственно, станет потребителем финансовых услуг. Взрослое население, с ним необходимо работать. Почему? Потому что дети приходят в семьи. Здорово, если эта семья слышит ребенка и говорит, да, здорово, надо об этом поговорить. Но очень большой процент, особенно в семьях с низким уровнем доходов, воспринимает очень негативно. И приходят даже, были такие ситуации, когда приходят в школу, ругаются, зачем вы моего ребенка, обучите его лучшей математике. И объяснить человеку, что математика – это здорово, но умение проводить элементарные финансовые вычисления – это необходимо. К сожалению, донести очень сложно. Поэтому работать со взрослым населением, безусловно, необходимо. Но это самая сложная работа. То есть, если говорить об оценке результатов программы повышения финансовой грамотности, каковы они, во-первых, и на какие параметры вообще можно ориентироваться, говоря о том, да, этот человек финансово грамотный? – Ну, я думаю, результаты конкретно индивидуально по каждому человеку оценить, наверное, можно, если речь идет о каких-то изменениях, которые он сделал. Элементарно, если человек раньше не записывал свои доходы и расходы, сейчас он стал это делать, слава богу. Если он это умеет анализировать, то это вообще здорово. Если он на основе этого принимает какие-то дополнительные решения, то, конечно, можно говорить о том, что мы добились каких-то существенных результатов. Но, опять-таки, какой-то результат на массу населения будет заметен через несколько лет. Но, я думаю, он уже сейчас виден. По крайней мере, сейчас мы приходим в школы, и я вижу, как дети, школьники разбираются в тех или иных вопросах, становится приятно. Даже некоторые вещи мне, какие-то комментарии, а вот это нужно делать по-другому. Хорошо, спасибо, уже осветили. – Мы начали с вами диалог с надеждой на будущее, позитивных надежд на будущее. Каковы ваши прогнозы по уровню финансовой грамотности населения России на ближайшие 5-10 лет? – Ну, я думаю, что тот проект, который реализует Минфин, сегодня он даст свои результаты. Он уже сейчас дает результаты. Вот это расширение на другие регионы тоже будет иметь, думаю, позитивные такие последствия. Но в любом случае это необходимо, это как правовая грамотность, это как грамотность, считать умеем, почему мы не должны разбираться в тех элементарных вещах, с которыми мы живем. Поэтому я надеюсь всегда на лучшее, думаю, что нас услышат все. – Что ж, большое спасибо за ответы, за интересное интервью. Редактор субтитров А.Семкин